Может не совсем Файберже, но в процессе работы чувствовал себя творцом. Пасхальное яйцо, обвязка крючком. Очень понравилось обвязывать вот эти яйца из киндер сюрприза крючком. Правда, они крупные, 20,5 см в диаметре. У меня получилось вот такое яйцо. Я воспользуюсь этим узором, я придумывала его сама в процессе работы, но возможно что-то изменю. Крючок нужно брать потоньше, вот здесь вот у меня видны недочеты, нужно потуже затягивать. Поэтому постараюсь вязать как можно плотнее. И вот крючок я взяла 1,5 мм. Такой вот очень удобный, мне нравятся эти крючки. И пряжа тоже замечательная. Это кировская ромашка. Я ее открыла для себя недавно. Даже не ожидала, что такая хорошая нитка. Так, где-то здесь был метраж. 320 метров на 75 грамм. Ну, конечно, это 100% хлопок. И такая вот у него крутка хорошая. Очень мне нравится. И очень нравится, как сидит в изделии. Можно взять любую тоненькую пряжу, хлопок, клен, даже какую-то фантазийную. Можно чередовать цвета. Но так как у меня просвечивает само яйцо, допустим, красное или голубое, то я не стала играть с цветом. Сделала однотонную обвязку. В конце работы придется вязать прямо на яйце. Это немножко сложно. Поэтому нужно, чтобы вы уверенно могли держать крючок и провязывать петли. Вот что у меня получилось. Мне очень нравится. Я думаю, будет неплохой сувенир. Как на Рождество, так и на Пасху. Даже больше нравится, чем первое. Хотя они ненамного отличаются только вот этой частью, как я и хотела. Хочу сказать, что я не верующая от слова совсем. Но христианство – это часть российской культуры. А Пасха – это весна, возрождение. И поэтому захотелось связать такой сувенир. И так. И так.